44-дневная отечественная война, увенчавшаяся сокрушительной победой Азербайджана, в очередной раз показала всему миру силу нашего государства. И ни для кого не секрет, что основа этой силы – это народ и армия, единство которой приумножило мощь страны. Историческая и славная победа – результат железной воли, несокрушимой решимости, монолитного единства и победного духа нашей армии. Эта победа историческая. Азербайджанский народ ждал этого дня около 30 лет. На протяжении этих лет он ждал приказа Верховного Главнокомандующего. Азербайджанский народ показал свое величие. Эту победу обусловил азербайджанский народ. Продемонстрировав единство, волю, решительность, национальный дух, мы выполнили свою историческую миссию, неоднократно заявлял президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Блестящую победу Азербайджана, как бы им не хотелось, приходится признавать и ярым защитникам армянских сепаратистов и стороны оккупанта Армении. В их число входит международный обозреватель издательского дома коммерсант Максим Юсин, отличающийся своей яро к выраженной проармянской позиции в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. В своем интервью армянскому телеканалу 24 News он отметил, что в Армении сложилась сложнейшая ситуация после капитуляции и подписания трехстороннего соглашения по Карабаху. Как считает Юсин, проблема армянства в том, что они слишком повернуты в прошлое, на вчерашний день. По его мнению, в отличие от армян, Азербайджан сконцентрировал все свое внимание на будущее, работал на будущую победу, которая блестяще получилась. Мы их недооценили, это для нас информация к размышлению, к серьезному размышлению. Мы недооцениваем турок, российские военные, разработчики российской военной стратегии тоже недооценивают роль беспилотников в войне 21 века. Наша армия, как и армянская, живет представлениями о войне вчерашнего дня, когда надо думать уже о войне будущего, подчеркнул Максим Юсин. Сложнейшая ситуация. В общем, ответов ни у меня, ни у кого, по-моему, на это нет. Но важно хотя бы сейчас вот честно сформулировать вопросы и честно сказать о тех сомнениях. Сомнения еще и в том, что, как мне кажется, все-таки проблема армянства в целом в том, что вы слишком повернуты на прошлое, на вчерашний день. Потому что если посмотреть, вот чем занималась армянская дипломатия последние несколько десятилетий, но в основном это было давление сложно сказать, но попытка влияния на те или иные страны, чтобы они признали геноцидом. Ну вот признали какие-то страны, что это сильно помогло в момент испытаний. Вот сейчас даже смотришь армянские телеграм-каналы, чуть ли не там главное позитивное новое, что какой-то там город во Франции, какая-то коммуна в Италии, признали Арцах независимым. Ну это тоже смешно на самом деле. Будем откровенными. А не признали, а мы знаем в каком состоянии Арцах, и даже сама Армения его независима не признает. То есть отвлечение на какие-то условности, либо на глубокое прошлое, вместо того, чтобы концентрироваться на будущем, жестко, где-то цинично работать на будущую победу, как, к сожалению, сделали ваши противники, и у них это надо отдать должное, блестяще получилось. Мы их все недооценили. Это для нас тоже информация к размышлению, к серьезному размышлению, и похоже, что мы недооцениваем турок. Похоже, что российские военные, разработчики российской военной стратегии тоже недооценивают роль беспилотников в войне 21 века. Похоже, что наша армия, как и армянская, живет представлениями о войне вчерашнего дня, когда надо думать уже о войне будущего. Похоже, что наши танковые колонны в будущей войне, не дай бог, могут оказаться такой же легкой мишенью беспилотников противника, как и ваши оказались. Но вот здесь получается, что на вашем кровавом печальном опыте, и мы будем делать какие-то выводы для того, чтобы к будущим конфликтам, не дай бог, подготовиться, учтя чужие ошибки. Мы в чем-то похожи.